Ну а в Ледовом дворце труд в Нарьинмаре накануне празднования 90-летнего юбилея Ненецкого округа и профессионального праздника работников нефтяной, газовой и топливной промышленности состоялся товарищеский матч между хоккейными командами Ненецкого округа и Архангельской области. Организовали игру в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и компанией «Лукойл». Далее все подробности. Ну а вечером этого же дня в Ледовом дворце спорта стартовал товарищеский матч. Такой напряженной игры в этих сценах не было уже давно. На льду соседи. В белой форме сборной Архангельской области, в красной – наши хоккеисты. У наших пока явное преимущество только в болельщиках. Сегодня их полные трибуны. Гости из Поморья занимают лидирующие позиции с первых минут матча. Архангельские хоккеисты шайбу за шайбой отправляют в ворота сборной Ненецкого округа. В итоге первый период завершается со счетом 5-0. Почему такой счет? Ну в моментах не доиграли, пропустили такие смешные шайбы. Игроков своих не держим. Моменты не реализуют. Ну а вообще как оцениваете команду соперников? Сильная? Да, хорошо играют некоторые ребята. Вполне нормальные. Тренировались, тренировались. Вышли и начали мандражировать. Но я думаю, сейчас ребята придут в себя. Редко играем на таком уровне с другими городами. Сейчас надеемся, что отыграемся. Что нужно сделать, чтобы сравнять хотя бы счет? Просто успокоить свои мысли, играть в свой хоккей. Как на тренировке. Все. Ну соперники сильные? Да. У них есть уровень игры, опыт. Они постоянно играют. У них выездные игры постоянно. У нас этого нет, но мы постараемся сейчас выровнять игру. Стартует второй период. И действительно, наши хоккеисты выходят на лед уже более сосредоточенные и уверенные в себе. И на 11-й минуте отправляют первую шайбу в ворота соперника. И это единственная забитая шайба во втором периоде. Наши хоккеисты то и дело атаковали соперника, но вратарь сборной Архангельской области отражал все удары. Закончился второй период. Как оцениваете игру соперников? Где, может быть, в чем они ошибаются больше всего? Ну, на самом деле, наверное, здесь нельзя сказать, что у ребят есть ошибки. Просто, может, не хватает опыта немножко. Надо наигрывать. Очень приятно то, что у вас есть действительно хорошая команда, у которой большие перспективы. Самое важное, чтобы вот такие мероприятия почаще проходили на территории и Архангельской области, и Нейско-автономного округа. И когда будет наигровка, тогда и появится опыт. Мы впервые встречаемся с Нейско-автономным округом, и безумно этому рады. Хотим, чтобы это стало прекрасной традицией. Ребята молодые, желаний очень много. Им бы в каждую пятерку по одному два опытных хоккеиста. Вот в первой пятерке у них есть Алексей Рыбкин, мы его знаем, это наш архангельский игрок, который забил, кстати, шайбу. Вот таких игроков более опытных, мастеровитых в каждую пятерку по одному по два. И я думаю, что они бы, однозначно бы сейчас счет был бы равный на табло. В третьем периоде хоккеисты Архангельской области продолжают атаковать наши ворота. За 20 минут обе команды забили по две шайбы. В итоге товарищеский матч завершился со счетом 7-3 в пользу гостей. У нас просто не хватило как бы первого периода, что мы как бы, у нас мандраж, первая игра в сезоне. И воротарь растерялся немного тоже, у него тоже первая игра в сезоне. Мы пропустили пять шайб, это было очень быстро, там чуть ли не три шайбы за две минуты пропустили. А потом уже, когда уже все вошли в игру, наверстывать уже было, ну как бы, не поздно, конечно, можно было, но нам не хватило как бы чуть-чуть, чтобы войти в игру и играть уже в свою игру. Эмоции хорошие, мне очень понравилась эта игра. Конечно, мы будем учиться, стараться брать от них пример, от этих профессиональных игроков. Они тоже играли где-то в больших клигах, ну, мне очень понравилось. Остались довольны игрой и болельщики. Всегда приятно смотреть на мастерство ребят, особенно из других регионов, потому что мы выезжаем, но все равно хочется получать знания, опыт от других. И это очень здорово, что приехала аркангельская команда, у них хоккей достаточно развит, и они показали класс. Мы взяли для себя ценный опыт, сделаем выводы, и, я думаю, попросим у них реванша. Смотрите, пожалуйста, понравилась игра? Да, очень. Побольше бы таких игр. За кого болели? За сына. Сын у меня играл. Сына, за всю команду, за НАУ, естественно. Ну, как считаете, почему все-таки вот уступили? Волновались. Ну, и тренироваться надо больше. Всегда досадно, что проигрываешь, но я получил огромное удовольствие от игры. Игра была достойная, ребята бились. Ну, чуть-чуть архангельские наши гости оказались профессиональнее, и сегодня спортивная удача была на их стороне. Но мы не теряем надежды. Думаю, что в следующем году мы их пригласим, и в матче-реванше уже разгромим по-настоящему. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, Телеканал Север.